Доброе утро, уважаемые трейдеры! С огромным удовольствием снова всех вас приветствую на финансовых площадках, на нашем традиционном ежедневном разборе полетов, основных фундаментальных событий и снова анализа тех идей, которых мы придерживаемся уже довольно-таки давно. А спектр, набор традиционный у нас, сценарий тоже неизменный, мы начинаем, собственно, с нефти, это мы сделаем снова сегодня. Хочется лишь отметить то, что сутки остается для того, чтобы мы замкнули весенний период и вступили уже в полноценное лето. Соответственно, друзья, я напоминаю то, что июнь у нас обещает быть жарким, ну, я надеюсь, апреля, потому что это летний месяц, но еще и события. Поскольку у нас в июне и заседание американского регулятора, и выборы парламентские в Англии. Соответственно, к этому событию, думаю, что вы уже наверняка могли заметить по динамике, которую показывает фунт, уже внимания все больше и больше. Дальше будет больше конкретики по поводу расстановки баланса сил между лейбористами и консерваторами. Для меня, как для продавца фунта, это, конечно же, влажный новостной фон, и я буду стараться все-таки вместе с другими скептиками в отношении автономии Англии и, соответственно, перспектив британца, найти больше доводов и аргументов к пользу продаж британской валюты. Собственно, это я уже сделал в плане самого посыла торговли и рекомендации я об этом вам уже давал. И, собственно, сейчас мы наблюдаем, действительно, как фунт находится под давлением. Ну, ладно, давайте перейдем сначала к рынку нефти, а потом уже вернемся к британцу. По бренду тоже у нас сейчас все складывается так, как нам угодно, поскольку этот актив снижается. Клосс вчерашнего дня 52.21. День оказался разгрузочным для всего рынка черного золота. Сегодня на азиатской сессии мы видим то, что быки тоже куда-то делись, их нет на рынке, медведи по-прежнему доминируют и продолжают тащить инструменты ниже. И мы уже оказались ниже поддержки 52 доллара за баррель. Два бакса отделяет, собственно, бренд от нашей заветной цели 50, который для нас является не только перевалочным уровнем, чтобы, опять же, двинуть еще ниже по нефти, но и для нас это еще очень важное значение, поскольку параллельно мы стараемся получить очень хороший профит и по рублю против основных конкурентов. Мы понимаем то, что рубль будущей российской сырьевой валюты не сможет конфликтовать, опять же, в плане какого-то нелогичного поведения с динамикой нефти. И если бренд, столь важный для России, окажется ниже 50 долларов за баррель, мы уже видели, как это в моменте провоцирует резкое ослабление и рубля. Поэтому рассчитываем на то, что нефть будет дальше ослабеть. Как я уже отметил, после того, как было принято решение ОПЕК о продлении действия аналитического факта сразу на 9 месяцев, то есть до марта 2018 года, мы можем уже сфокусироваться на нашем излюбленном статистическом фундаменте для рынка нефти. Это три важнейших отчета по запасам. Это Американский институт нефти, данные от Минэнерго, и еще Бейкер-Хью, статистика по количеству нефтяных терминалов и платформ. Соответственно, на эти отчеты мы, безусловно, будем обращать внимание и на этой неделе. Но напоминаю, что в понедельник в США был выходной, день памяти. Поскольку это американская статистика, то традиционно в связи с праздничным днем релизы едут ровно на сутки. По идее, мы должны были проанализировать данные от Американского института еще вчера, но произойдет это только сегодня. В 23.30 по московскому времени выйдет этот отчет спустя сутки, то есть уже завтра. Официальная статистика тоже с опозданием в один день. По прогнозам, многие настаивают на том, что рынок вернулся к тренду снижения запасов. Но ситуация очень быстро меняется. Ситуация меняется быстро. Быстро почему? Потому что мы видим реальные объемы по нефтедобыче в Штатах. Мы видим, насколько эффективным для сланцевых производителей является этот бизнес. Мы видим, как активно внедряются новые технологии. И с каждым месяцем, я думаю, это не преувеличение, стоимость, точнее, рентабельность этого бизнеса увеличивается. То есть себестоимость или, правильно сказать, рентабельность становится уже гораздо ниже по стоимости. И если раньше, примерно чуть больше года назад, считалось то, что сланцевый бизнес может остаться на полову только в том случае, если кассировки нефти будут держаться больше 55. Далее по хронологии у нас эта планка снизилась до 50, до 45, до 40. И сейчас вообще есть предположение о том, что американский сланцевый бизнес, рентабельность даже с учетом стоимости в 35 долларов за баррель. Со всеми утекающими, друзья, отсюда последствиями. Помимо нашей статистики по запасам, у нас сейчас есть возможность и посмотреть за спешно пересматриваемыми прогнозами со стороны инвестиционных банков. Goldman Sachs прогноз по стоимости бренда на конец 2017 года скорректирован практически на 3 доллара, до 55-39. Дальше всех пошли аналитики JP Morgan, которые считают, что нефть марки Brent, ну и WTI, соответственно, тоже продолжит снижаться. И в качестве прогнозного ориентированного средней цены на 2018 год, цены были пересмотрены на 10 долларов. И считается то, что Brent будет в лучшем случае колебаться в районе 45 долларов за баррель. Вот это, конечно, уже больше близко к реальности, к действительности, потому что мы видим, как Соединенные Штаты Америки снова еще больше вдохнули воздуха, расправили крылья. И далее у нас будут недели сплошного, я уверен. Прирост числа дневных терминалов. Прошлой неделе, напомню, плюс 2 штуки, до 722. Эта неделя будет юбилейная, не сомневаюсь, это 20-я по счету, когда количество сланцевых буровых увеличивается. За этот, за прошлый год, можно сказать, в целом количество буровых увеличилось уже в 2,2 раза. Это не просто так уже очевидный тренд, это, опять же, те данные, которые позволяют нам и дальше ставить на Соединенные Штаты Америки, как главный регион, который будет объединять медведей, который будет снижать эффективность даже продлившейся сделки до конца марта, собственно, 2018 года. И, разумеется, будет поддерживать наш оптимизм, как продавцов оптимизм на медведей, то, что цены окажутся гораздо ниже. Рубль 56.72, как отметил уже, давайте дождемся полтинника по бренду. Может быть, если уж совсем, скажем, на нашей стране будет больше удачи, нежели чем всегда, мы сможем увидеть бренд практически рядышком с этим рубежом уже к концу текущей оптимизмевки. Доллар японская иена, друзья, котировки сейчас у нас 110.90. Пара довольно активна, хоть против, как и рост, который, к сожалению, сменяется слабостью доллара, но потом доллар постепенно восстанавливается. Но мы не очень отошли от тех уровней, на которых мы начинали эту неделю, видимо, потому что рынок сам прекрасно понимает, что есть еще на повестке текущей пятидневки, ну, оставшиеся трех на полноценных торговых сессий, реально стоящие релизы, по которым сейчас нужно готовиться, подстраиваться, закладываться, поскольку волатильность будет существенной. И, возможно, под конец сегодняшнего, этой недели, когда мы проанализируем данные по нон-фарм-перл, у американца наконец-таки появится мощный буст, который сможет отправить его гораздо выше текущих значений. Разбирая вчерашнюю торговую сессию, вы помните, что с азиатской сессии мы видели, как пара доллар-иен оказалась под давлением, тут же связали это с комментариями. Руководство одной из оппозиционных партий по поводу потенциальных действий, на которые стоит и не стоит идти, касательно денежно-кредитной политики, тут же все вспомнили про полномочия Курады, которые истекают в апреле 2018 года, и решили, что, может быть, скажем, уходя, хлопнет дверью и частично сократит программу количественного смягчения. После этого внимание торговых переключилось на греческую трагикомедию, проблематику противостояния греческого правительства и тройки коридоров. Почему? Потому что в влиятельном немецком издательстве появились сообщения, якобы о присутствующих и возможных намерениях греческого правительства не гасить очередные 7 миллиардов евро в рамках расчетов за действующие и получаемые пакеты помощи. И трейдеры, такой народ, что додумывает, всегда эти новостные фоны разворачивают их, собственно, так, как нужно, решили, что греки готовят очередной ультиматум тройки коридоров. Принцип его следующий, что если вы не одобряете нового, необходимого для нашей экономики, тратча кредитных спасительных средств и ликвидности, тогда мы не будем исполнять обязательства по прежним долговым договоренностям. Ну, странная, конечно же, логика. Играют они явно, а с огнем, ну, как бы то не было, Греция у нас традиционно такой форс-мажорный регион в рамках еврозоны, и когда есть возможность обратить на него внимание, мы это делаем. В данном случае ни о каком позитиве, конечно же, речи и быть не может, такие новости воспринимаются в негативном свете и провоцируют интерес именно к защитным активам, что, собственно, мы вчера и видели. Но под конец торгового дня был еще шанс у американцев реабилитироваться, поскольку на повестке ждали мы отчеты по личным доходам и расходам в США. Важная статистика, которая демонстрирует не только текущие, в принципе, показатели потребительской активности, но и готовит нас к будущим значениям, собственно, данного сектора, сектора потребителей. И тут же мы развиваем эту тему, будучи показатели, опять же, розницы и темпы экономического восстановления. Так вот, личные расходы и доходы выросли на 0,4%. По личным расходам это максимальное значение за последние 5-6 месяцев. Друзья, это хорошая статистика, это реально тот самый позитив, которого мы ждали, мы его получили. И тут же быстренько с вами обращаем внимание, как в связи с этими релизами изменились позиционирования и настроения по поводу и относительно ожидания ужесточения политики в США. По данным FedWatch, после вчерашних релизов, вероятность повышения процентной ставки уже составляет 88,8%. Но он фарм-перлс не подведет, все будет у нас сотка и, разумеется, ФРС удовлетворит ожидания трейдеров, аналитиков, экспертов и общественности поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов. Самое главное, чтобы сейчас рынок не предпочел снова пересидеть в защите через эскалацию геополитических проблем, напряженности. Опять же, эта тематика тоже довольно актуальная. Но сейчас и сегодня, до конца недели, я все-таки больше хочу сделать ставку на поддерживающую роль американской статистики и на то, что доллар сможет выкатываться с текущих минимальных значений. Фунт против американца. Дальше. 1,28% сейчас котировки. Вчера вроде бы как фунт снова предпринял попытку вырасти, но рога быкам явно обломали сегодня на азиатской сессии, точнее, можно даже сказать, со вчерашнего вечера, потому что настроения стали подзатухать, и трейдеры снова развернулись и поставили на коррекцию. Основная причина, друзья, это обсуждение процесса переговоров по Брекзиту, ожидание предстоящих парламентских выборов и прикидка рынка по поводу того, где же все-таки будет этот баланс по консерваторам или баристам, и будет ли он вообще. Вот вы помните, что на выходных я обращал уже ваше внимание постфактум общественного опроса, то, что позиции консерваторов уже не так крепки очевидны, и почему рынок обвалился вот в последние часы. Дело в том, что на рынке появилась информация по результатам нового опроса от ЮГОФа. В частности, согласно этому опросу, на победу консерваторов, в принципе, уже можно и не рассчитывать. У консервативной партии сейчас на 16 мест меньше, чем необходимо для нормального, простого большинства. В соответствии с регламентом, напоминаю, что количество голосов для большинства необходимо 336, сейчас у консерваторов 320. И параллельно смотрим на липаристов по поводу того, где сейчас у них, в какой пропорции увеличивается оппозиция, и сколько есть голосов. 257, друзья. Ну да, это, конечно же, тоже не хватает для большинства, но это гораздо больше, чем было. И это существенно больше, чем, собственно, в прошлый парламентский период, когда у них было 229 голосов. То есть, получается, на 28 уже выше. И это только данные предварительного опроса. То есть, реальные цифры могут быть совершенно иными и, возможно, даже в более лучшую сторону для айбористов. Поэтому, стоит ли сейчас делать ставку на покупку, ну, это если хочется точно потерять депозит. Потому что на текущий момент поставить в пользу и на Росбританца, и как-то это объяснить, ну, практически невозможно. Потому что рыночное настроение у нас находится в балансовом состоянии. Мы уже не примешиваем сюда куларную игру маркетмейкеров, потому что это не актуально. Позитивно у нас нового фона нет. Статистика, хорошо, если бы можно было закрыть глаза на политическую тему, обратить внимание на сильные марки экономических данных, но их нет. Еще раз напоминаю про последний проваленный рейс по ООП. Ну, и политика, она сама за себя говорит, тем более, что завтра уже наступает июньский период, и, собственно, на следующей неделе, 8 июня, у нас уже внеочередные парламентские выборы в Англии. Вот серьезный политический риск, который сейчас будет, как снежный ком, усиливаться, оказывая соответствующее давление на британца. Европейская валюта. Вчера мы видели, как на азиатской сессии, даже на большей части европейской, евро снижался, добрались мы практически до поддержки 1,11, но изначально мы допускали то, что еще рано краткосрочно подавать европейскую валюту, потому что евро может предпринять попытку забраться снова в районе 1,13. И сейчас, если, опять же, объяснять, почему евро долгосрочно должно находиться под давлением, это, как я уже отметил, когда мы говорили про пару доллара японская иена, греческая проблема, это еще новостной фон, который, собственно, и стал причиной слабости евро на азиатской сессии, о том, что внеочередные парламентские выборы могут пройти и в Италии. Если раньше их ждали только весной 2018 года, то сейчас есть позиция и есть инициатива, которая пока еще не поддержана, провести их в сентябре. А в сентябре у нас еще и выборы в Германии. Почему рынок негативно должен реагировать на внеочередные парламентские выборы в Италии? Да и дело в том, что к власти могут прийти евроскептики. Евроскептики — это соответствующие позиции об автономии все новых и новых регионов, собственно, Европейского Союза. Об этом мы говорили с вами, те, кто помнит, когда активно обсуждали политические выборы и выборы президента во Франции. Из макроэкономических отчетов, они, кстати, тоже зачаровали индекс экономических ожиданий 109,2 против значения, которое в прошлом месяце было выше 109,5. И еще вышел отчет по инфляции в Германии. Здесь снижение на минус 0,2% против прошлого спада на минус 0,1%. За последние три месяца, друзья, я не поленился, проанализировал, когда мы видим слабые цифры по инфляции в Германии, с вероятностью 90% можно говорить о слабости общего индекса потребительских цен в рамках валютного блока еврозоны. Вот сегодня у нас в 12.00 эта статистика ожидается по валютному блоку. И достаточно посмотреть на прогнозы, вы сможете увидеть то, что инфляция просела как в рамках основного индикатора, основного показателя инфляции, так и базовые значения, которые не учитывают влияние таких волатильных компонентов, как цены на продукты питания и на энергоносители. И если мы сегодня реально увидим снижение индекса потребительских цен, тут же все вспомнят про последний комментарий Драги, который еще раз отметил то, что не собирается ИЦБ выходить из-за текущих экономических стимулов, потому что на рынке до сих пор нет уверенного основания для роста базовой инфляции. Этот индекс инфляции находится по-прежнему в сдерживающих таких отисках, обстоятельствах и не показывает устойчивого роста. Поэтому, возвращаясь к ориентирам, долгосрочно и среднесрочно, среднесрочно это больше квартала, торговля долгосрочно это больше полугода. Мы ставим на снижение европейской валюты, но как косочно можно еще по евро рисковать и рассчитывать на то, что евро может оказаться в районе 1.13. По новозеландцу еще пару слов хотел сказать, потому что буквально несколько часов назад вышел доклад о финансовой стабильности региона, были проанализированы все сектора, в основном то, что не заслуживает внимания. Я хочу обратить ваше внимание на негатив, связанный с состоянием основного сектора, это молочного промышленного сектора, собственно положение основных производителей. Так вот, согласно докладу, который мне удалось проанализировать, следует то, что большая часть данного сектора по-прежнему испытывает катастрофические проблемы с задолженностью, с кредитной нагрузкой. Ну, вроде бы как, да, цены на молочную продукцию восстановились за последние 6 месяцев, и это позволило снизить это бремя. Но, собственно, в основном эти производители крайне являются уязвимыми в случае дальнейшего снижения цен, собственно, на молочную продукцию, и в случае снижения потребления со стороны ряда регионов. То есть, эта конъюнктура еще вызывает массу вопросов. Если мы раньше с вами делали ставку на слабость новозеландца, потому что вы видели массу негатива в этом секторе, я пока от этой идеи вам отказываться не рекомендую. По австралийцу, как и раньше, у нас идея направлена на продажу, собственно, вслед за новозеландцем. USDCAD после снижения нефти. Здесь все, собственно, возможности, чтобы купить этот дуэт активов и рассчитывать на возвращение пары в районе 1.37. Сегодня, кстати, еще выйдут данные по ВВП Канады. Статистика и ожидания прогноз довольно-таки неплохие. Но вы понимаете, насколько может быть резким, собственно, ослабление канадца, если все-таки данные будут разочарованы. Посылки для этого есть. По американскому фондовому рынку мы снова вернулись, собственно, после выходных к полноценным торгам. Американская бенчмарка фонды держится выше отметки 2400 пунктов. Наша с вами цель 2450. Ну, совсем немного до нее остается. На этом, друзья, все. Если есть вопросы, как и всегда, форума Markets и канал на YouTube к вашим услугам. Оставляйте ваши вопросы, делайте комментарии, делитесь вашим собственным видением. Ну и не забывайте ставить большие пальцы, лайки, за которые вам всем искренне, отдельное, огромное спасибо. На этом все. Всего доброго. До свидания.